Это всемирно известная плывущая походка ансамбля «Брёска» была придумана в 50-е годы. До сих пор уникальная техника исполнения держится в секрете. Часть тайны – специальная обувь. На протяжении многих лет туфли для плывущей походки делали в коллективе сами. Но 20 лет назад на этой московской фабрике разработали уникальную обувь, позволяющую творить чудеса на сцене. Туфли для ансамбля «Берёзка» – лишь сотая часть всей сценической обуви, которую здесь выпускают. На фабрике за год вручную создаётся более 55 тысяч пар различной конструкции. От огромных клоунских ботинок до изящных туфель для фламенко и так далее. Как создаются туфли для сцены? И почему именно московская танцевальная обувь ценится во всём мире? Туфли для ансамбля «Берёзка» Диаметр «Берёзка» Выбираем вот этот диаметр. он самый удачный, его будет видно. Очень сильно выпирает большой палец, видите, на мерочке, поэтому вырез надо немножко закрыть. На сантиметр? Да, на сантиметр хорошо. В этой небольшой комнате создается самое главное – фасон будущей обуви. Для каждой туфельки, ботинка или сапога, рисуется подробнейший чертёж. Потому что здесь шьют не просто обувь, а инструмент, с помощью которого танцор, гимнаст или наездник будет работать. Приходится учитывать, что в стопе 26 косточек, 33, вдумайтесь, в одной стопе сустава, ну, естественно, в двух стопах, 30, быть не может. 107 связок, 16, ну, по последним данным, 19 мускулов и 38 сухожилий. В одной стопе. Это сложнейший аппарат. Московская фабрика танцевальной обуви появилась в 1988 году. Всё началось с балетных пуантов, за которыми теперь ведущие балерины мира стоят в очереди. Затем отечественные гимнастки попросили сшить для них получешки для выступлений. Казалось бы, что может быть проще? В то же время укрепить изнутри эту изящную крочную получешку нужно так, чтобы там не было швов. Ножка без всякого носочка, ничего на стопе нет. И ни одного шовчика там не может быть. Итак, шовчика нет, но он есть, он чрезвычайно прочный. Материалы натуральные, высочайшего качества кожи. И всё же московская фабрика танцевальной обуви появилась не из-за большого спроса на специализированную обувь, а благодаря любви. Более четверти века назад бизнесмен Николай Гришко познакомился со своей будущей женой Тамарой, профессиональной танцовщицей степа. Так для Николая открылся удивительный мир танца. А потом появилось желание создавать для этого мира обувь. Когда я с ней знакомился, ещё совершенно не думал о том, что я буду производить что-либо связанное с танцами, в то время в СССР таких степисток было мало. И так вот степисты появляются. Видите, какие интересные в жизни бывают совпадения. Повторяю, я в то время танцы вообще очень мало знал. Вообще очень мало знал. Обувь на этой фабрике не просто шьют в соответствии с какими-то международными стандартами. Каждый раз её заново изобретают для конкретного артиста. Каната ходит в цирке. Представьте себе, канат, специальная обувь, сверху гибкая. Она должна быть чрезвычайно гибкая, она должна быть как перчатка. И в то же время, какая нагрузка на ту часть стопы, которая соприкасается с канатом. Представьте себе. Всемирно известный коллектив «Тодос» много лет искал сапоги, которые подходили бы к их экспрессивным танцам. И только технологам этой московской фабрики удалось создать идеальные ботфорты. Они состоят из 30 видов кожи и ткани. Похоже, для российских обувных мастеров не осталось ничего невозможного. Кремлёвская школа верховой езды не даст соврать. Эти гении джигитовки, полтора-два года назад заказав у нас сапоги, стали постоянными заказчиками. А ведь это очень специфичная обувь. На первом этапе создания сценической обуви стопа будущего владельца изучается практически как перед хирургической операцией. Во-первых, существует очень много методик, не только обмера стопы. Естественно, измеряется и высота суставчиков, да, то есть вот этих шишечек. И где есть болевые ощущения после травмы, естественно, вводятся в обувь дополнительные смягчающие детали, чтобы, как сказать, была амортизация, нагрузки и не было болевых ощущений при длительных репетициях, при длительных выступлениях. Чтобы сшить туфли или полуботинки, специалист делает более 10 замеров ноги. А для сапог необходимо провести ещё более тщательные измерения по 30 показателям. Это нужно для того, чтобы колодочник отлил из пластмассы точную копию стопы. Данная форма обклеивается липкой лентой для того, чтобы получить объёмную форму стопы. Дальше уже модельер работает с этими формами, распластывая их на бумаге, на ватмане. При этом формы для фламенко, танго и степа серьёзно отличаются друг от друга. Для танцовщицы аргентинского танго создаётся колодка с более узкой пяткой и высоким подъёмом. А в обуви для степа делается широкий носок. Основные движения и основная хореография танца фламенко – это сложные выпады. В колодке для фламенко предусмотрен определённый свод стопы и с определёнными деталями, которые поддерживают этот свод стопы, для того, чтобы танцору было удобно именно исполнять технику этого танца. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как разработан фасон обуви, наступает время выбора материала. Только кожи на фабрике порядка двухсот видов. Любопытно, что кожа, обработанная традиционными для обувной промышленности способами, не подходит для профессиональных туфель. Поэтому совместно с кожевенным заводом технологи фабрики создали нечто особенное. На сегодняшний день я могу сказать, что кожа, используемая для танцевальной обуви, она просто уникальная. Уникальная тем, что в ней применяются только растительные дубители в её изготовлении, то есть натуральные, природные. Это сразу говорит о том, что кожа экологически чистая. Кроме того, кожа обрабатывается жирами, которые используются в косметологии при изготовлении кремов для лица и рук. Такой требовательный подход к обработке приносит свои плоды. Материал становится более прочным, но при этом эластичным. На одну пару туфель уходит примерно метр кожи. В год на фабрике расходуются 4,5 тысячи квадратных метров этого материала. На этом столе листы кожи краят. Это, на первый взгляд, простая процедура, требует большого мастерства. Раскройщица должна чётко знать кожу, в каких местах и участках она более плотная, более, скажем, утолщённая. И именно те детали, которые поддаются нагрузке, постоянному изгибу, чтобы кожа в этих местах ни в коем случае не треснула, не лопнула. Раскройщица должна чётко знать, какие детали из каких участков кожи краить. Это, в общем, короче, это искусство. После того, как готовы кожаные детали верха туфель или ботинок, их передают следующему отделу – швейному цеху. На этом этапе тоже хватает уникальных разработок, придуманных технологами Московской фабрики. У нас есть определённые тесьмы, которые мы вставляем, и их не видно. Именно в те края деталей, которые подвергаются большему растяжению, потому что стопа постоянно, танцора постоянно находятся в работе. То есть линии эти то сжимаются, то, наоборот, удлиняются. Это очень сильно отличается от обычной ходьбы. КОНЕЦ После того, как все детали готовы, они передаются мастерам, в руках которых обувь приобретает окончательный вид. На фабрике у каждого мастера есть своя танцевальная специализация. Кто-то предпочитает создавать туфельки для фламенко, кто-то – знаток всех нюансов степа. Мы своих мастеров учим. Учим. Можно сказать, что у нас производство и учебно-производственный комплекс. Но если он не чувствует, не осязает, не чувствует это на запах, не видит этого, он не сможет работать. А вот желание у них всех есть. И патриотизм. Честно говоря, вот в этой обуви нужно какое-то призвание иметь еще тоже, какую-то любовь даже к этой обуви. Вот так вот просто сидеть вот так вот тоже тяжеловательно называется, чтобы какое-то иметь отношение к обуви, да, большое сичьисть иметь тоже. Ну, в принципе, нравится должна эта работа. Мне нравится. Анатолий Половинкин работает обувным мастером на фабрике уже 10 лет. До этого, 24 года, он шил обычную обувь на заказ. Лучшая награда для него – видеть, что колодка с уже знакомой фамилией снова в его руках. Человек заказывал, и тем более, если он заказывал не раз уже, бывает, не страшно, что у нас, ну, заказчики бывают, что понравилось, и заказывают. Ты стараешься, естественно, чтобы этому человеку понравилось еще больше. Ты уже больше, как говорится, опыта своего прикладываешь и стараешься. Сначала Анатолий шил пуанты, затем туфли для народного танца. Но истинную страсть испытывает к бальной обуви. Более разнообразная обувь. Она разная по моделям, по этим. Вот как-то интересно, что разнообразие. Не то, что там что-то одно, допустим, а вот именно и цвета свои разные, и каблуки разные, там, колодки разные. Но это как-то и заинтересовывает в этой работе, именно в этой обуви. При создании туфель для танго сначала делается так называемый стелечный узел. Это основа туфельки. Поэтому узел состоит из трех-четырех стелек разной длины и толщины. На фабрике был разработан невероятно прочный материал для стельки из кожи и латекса. Этот материал уникальный. Почему? Потому что как ты его не сгибай, под какими градусами, и сколько раз ты его не сгибай, он не расслаивается, не ломается. В отличие, скажем, от стелечных материалов, которые применяются в нашей модельной или повседневной обуви. После этого мастер затягивает вверх туфельки. Благодаря индивидуальной колодке обувь с точностью до миллиметра будет повторять все изгибы стопы танцовщицы. На этом этапе есть одно очень строгое правило. Затягивая вверх, мастер должен оставить идеально правильную выемку, из которой будут выглядывать два пальца. После того, как вверх собран, обувь отправляется в специальный духовой шкаф, где при температуре 60 градусов туфли запекаются в течение 8 часов. Нужно, чтобы это все высохло, чтобы кожа, которую он вытягивал, чтобы она приобрела именно такие изгибы, такие выпуклости. Именно для этого ставят в сушильный шкаф, еще без подошвы. Для того, чтобы снять вот эти дополнительные нагрузки, нагрузки, которые получила кожа, вот эти напряжения снять, чтобы брать вот эту влагу дополнительную. Пока обувь в духовом шкафу, мастер продолжает работать с подошвой. Его задача – создать такой низ туфли, чтобы он не скользил по танцевальному полу. Здесь проведено три шлифовальные операции для того, чтобы достигнуть определенного ворса. И только вот этот вот ворс, вот определенный, вот там миллиметровый, там буквально высоты, позволяет танцору крутиться вокруг своей оси, делать повороты, крутиться вокруг своей оси, да, свободно перемещаться, да, вот, и одновременно она не скользит. В это же время другой мастер, Владимир Дорофеев, шьет ботинки для степа. Здесь один из самых сложных этапов создания каблука. Он делается из нескольких слоев самой прочной кожи – чепрака. Семь-восемь слоев склеиваются между собой. А потом мастер, как скульптор, создает нужную форму. На каблук и носок затем прибиваются металлические набойки. Ботинки для степа – это, по сути, музыкальный инструмент. Они должны правильно звучать. Я вам даже не стану рассказывать все детали, связанные со степовой обувью. Это немыслимая по сложности обувь. Вот эта набойка металлическая, она обязательно из сплава специального, сплава металлов. Есть разные снобойки разного тона, она внутри полая. Иногда сделаны специальные канальчики. Это сложнейший музыкальный, я не ошибаюсь, это музыкальный инструмент. Это, конечно, не Страдивари, но уже близко. Поиски идеального сплава для набоек продолжаются до сих пор. Ведь ботинки танцоров степа подвергаются невероятным испытаниям. За три с половиной минуты танцор 780 раз ударяет носком и пяткой о танцевальный пол. Получается, что в одну секунду он делает четыре удара. Пока туфли для танго и ботинки для степа находятся на последней стадии изготовления, на фабрике начинается работа над еще одной парой, которая тоже должна правильно звучать – туфлями для фламенко. В этой обуви сочетается невероятная прочность ботинок для степа и элегантность туфель для танго. Еще одна особенность изготовления туфель для фламенко – это использование крошечных гвоздиков. В женской паре их должно быть 400. Все гвоздики забиты вручную. И на пятке – это не плоская поверхность гвоздика, на каблучке поверхность плоская. А вот гвоздики образуют сферу, полусферу маленькую, которая дает вот этот специальный звук. Эти трехмиллиметровые гвоздики мастер забивает в течение четырех часов. Делает он это по определенной схеме. Здесь высокая точка, и здесь самая высокая точка. Это должно четко совпадать с центром обуви, потому что танцор иначе будет терять равновесие, и ему будет казаться, что он либо направо, либо налево сваливается, да, вот из-за неправильно набитых гвоздиков. Для того, чтобы защитить стопу танцовщицы от двух сотен гвоздей, каждый из них особым образом загибается. Кроме того, поверх стельки вшивается еще одна дополнительная прочная кожаная прослойка. Танец фламенко – он же танец страсти, он же танец такой вот, ну, очень несет за собой много нагрузки танцору. Иногда его сравнивают по нагрузке, которую потерял танцор во время танца, с нагрузкой 100-метровой пробежки с препятствиями. Через три дня кропотливого труда три пары туфель наконец готовы. Скоро они заживут собственной жизнью на сценах нашего города, страны и мира. Но искусство создания танцевальной обуви продолжает совершенствоваться, поэтому здесь, на московской фабрике, работа никогда не замирает. Не прекращаются и поиски новых технологий, многие из которых мастера держат в строжайшем секрете. Может, поэтому создание каждой пары этих туфель кажется таинством и завораживает не меньше, чем танец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok